Полтора миллиона заболевших коронавирусом по всему миру. Больше всего пострадали от новой инфекции США, Италия, Испания. Низкий уровень инфицированности и смертности в Японии – чуть более 4000 случаев заражения. Многие эксперты связывают невысокие показатели с давней культурой японцев повсеместно носить медицинские маски. А это уже Западная Европа. Здесь наблюдаются более высокие показатели инфицированности COVID-19 по сравнению с Японией. По мнению некоторых экспертов, это происходит, в том числе из-за отсутствия понимания важности использования масок. «Маски, в принципе, мы с вами знаем о том, что новая коронавирусная инфекция передается так же, как и любая воздушно-капельная инфекция. То есть, воздушным путем воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем». Почему же важно носить маски? Прежде всего, они снижают распространение вируса инфицированными людьми. Кроме того, маска создает физический барьер между потенциально загрязненными руками и лицом. Маску всегда нужно надевать при контактах с больным человеком. Она необходима в людных местах – в транспорте, магазинах, поликлиниках. Перед тем, как надеть маску, необходимо обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их с мылом. «Надевать ее нужно, обязательно закрывая максимально нос. Обязательно закрываем подбородок, то есть растягиваем маску. И вот в таком виде маску мы носим. Ношение маски максимально три часа. Через три часа мы должны ее снять, утилизировать и одеть новую маску». Во многих государствах введено обязательное ношение масок в общественных местах. Большой спрос привел к дефициту масок по всему миру. Известны даже случаи их перехвата иностранными государствами друг у друга. Так, сенатор из Берлина Андреас Гайзель сообщил, что 3 апреля Германия заказала 200 тысяч медицинских масок для своей полиции. Но во время транспортировки в Бангкоке партию конфисковали и отправили в США. Белый дом категорически отрицает, что причастен к конфискации масок. «Немцы не рекомендуют носить маски, потому что считается, что маски вообще не помогают и не уберегают нас всех от инфекции. Но, тем не менее, считается сейчас это мнение вызвано тем, что у нас просто в стране нету вот таких вот обычных масок и их очень тяжело где-то найти». С начала февраля в России наблюдается дефицит медицинских масок и респираторов как в розничной торговле, так и в крупных онлайн-аптеках. Продавать маски начали все, вплоть до строительных магазинов. В связи с этим председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление об ограничениях на оптовую и розничную торговлю масок. Теперь продавать их могут только аптеки. Документ также вводит предельную наценку для розничной торговли на продажу этих изделий. Она не должна превышать 10 копеек за единицу товара. И уже сейчас начались проверки торговых точек. В Ивантеевке прокуратура выявила правонарушение в одном из магазинов города. Здесь продавали не только маски, но и антисептики. Прокуратура приготовила представление по данному факту. В условиях дефицита масок жители стали самостоятельно искать решение проблемы. «Сейчас я вам покажу четыре лучших способа, как сделать медицинскую маску своими руками из подручных средств. Данные четыре способа максимально просты в изготовлении, и для них потребуется минимум материала». Сотни и тысячи запросов, как сделать маску своими руками. В ход идут самые неожиданные способы и советы – от нетканых материалов и бинтов до бумаги. Многие переключились на изготовление многоразовых масок. Для изготовления маски потребуется отрезок ткани, подходящий по размеру для закрытия носа, рта и подбородка, эластичная лента для крепления маски за ушами и швейной принадлежности. Мария Соколова шьет маски для своей семьи и друзей. Лекала двух видов – для взрослых и детей. В качестве материалов только натуральные ткани. «Так как у меня не профессиональное ателье, а верлока у меня нет, который концы обрабатывает, чтобы не сыпались, поэтому я пользуюсь вот такими ножницами». «Только тонкостей надо знать, чтобы шить, казалось бы, обычную маску». «Это да». Для внутреннего слоя – поплин или ситец. Из готовых отрезков складывается тканевый сэндвич и сшивается. «Я делаю маску трёхслойную, что у меня входит в слои маски. Значит, обязательно внешний слой у меня идёт, трикотаж. Это хлопок 100%.» Сейчас в интернете всплеск предложений на изготовку самодельных масок. Те, кто этим занимается, столкнулись с повышенным спросом на материалы. «Материалы ещё пока есть. Ткани я заказываю в обычных интернет-магазинах. Где-то приходится подождать, где-то уже цены взлетели и дефицит резинок. Эти вещи у меня чисто случайно остались. Хотела вообще их выбросить в одно время, но не пригодятся. Видите, пригодились. Вот резиночку вшили. Всё, маска готова». В чём же плюсы и минусы самодельных масок? Главное их достоинство в том, что они являются многоразовыми. Но перед повторным использованием их обязательно нужно стирать и обрабатывать утюгом. В то время как одноразовые маски после ношения необходимо просто утилизировать, завернув в плотный пакет. Многоразовые маски сейчас становятся всё более востребованными не только среди населения. Так, в Роспотребнадзоре заявили, что сотрудники его лаборатории постепенно намерены перейти от одноразовых средств индивидуальной защиты, включая халаты и маски, к многоразовым. После использования их будут обеззараживать и использовать вновь. «Маски можно использовать любые. Есть даже неинтересная статистика, что в Иране женщины не болеют коронавирусной инфекцией, потому что они ходят в паранже. То есть, соответственно, даже если у человека есть самошитая маска, она и то защитит его от лишнего контакта со слюной от находящегося рядом больного пациента». И всё же ношение маски считается эффективным вкупе с другими мерами профилактики. Это прежде всего самоизоляция, а также частное мытьё рук и лица. «Вполне вероятно, что после спада пандемии самодельные маски войдут в нашу жизнь так же прочно, как и в Японии, но уже не в качестве средства защиты, а стильного аксессуара». Людмила Ермакова, Владимир Безлепкин. Программа «День за днём».